Всем привет! Я, надеюсь, не очень темно, потому что у меня освещение почему-то всё отказывается работать сегодня. Хотя я всё приготовила, всё подготовила, как положено, но так бывает, короче. Я сегодня хочу поговорить как раз о том, почему мы все люди так ненавидим друг друга. Почему нам так тяжело принять успех другого человека? Нас просто с детства учили соперничать. Вот, посмотри, Манька делает так. Ты же тоже так можешь. Блин, вот они отдали своего Петьку в спорт какой-то. Мы же тоже можем это сделать. И с той же установкой дети вырастают, превращаются во взрослых. Это круговорот. От этого духа соперничества идёт и ненависть, и непонимание. Вот, к примеру, люди вырастают в своей какой-то среде, да, так же, как мужчина с женщиной, когда начинают только жить вместе. У них притирка, они не понимают друг друга, потому что девушка выросла в своей семье, у неё такие правила, такие законы. Парень вырос в своей семье, у него было совсем по-другому. То же самое у любого другого человека в жизни. Все люди растут именно в своей какой-то среде. Их учили именно тому, что они знают сейчас, на данный момент. И сказать какому-то любому человеку, да, что, да вот ты дебил, ты там посуду моешь неправильно. Ой, ты борщ варишь неправильно. Ты там делаешь вот это неправильно. Нет такого понимания. Те люди, которые говорят так, это люди, которые испытывают непонимание. Это люди, которые ненавидят человека за то, что тот человек не такой, как он, как ты, как я, да. Есть ещё такое, когда мы видим, что кто-то чего-то добивается в жизни, имеет больше, чем мы имеем, да. У него успех какой-то, хотя он раньше из себя ничего не представлял. Вот просто повезло человеку. Либо он в той области, в которой он хорош или которую он заработал, да. Он ас в его каких-то масштабах, да. Мы автоматически просто ненавидим таких людей, они нас бесят. Потому что, ну согласитесь, да, кому понравится, что ты всю жизнь якобы стремился к чему-то, из жопы вон лез, старался, прям вот, ну всё выдавливал из себя. А тут какой-то Васька вообще сбоку прикпёк, пришёл, да. И сходу у него всё, всё есть. Машина, квартира. Я сейчас не говорю о детках, которым родители всё обеспечивают. Я сейчас говорю о людях, которые равноправно, в одном и том же возрасте, в одно и то же время, но достигают разных вершин. И одни хотят этих достижений, а другие нет. И почему так происходит? Потому что в основном люди, те, которые завидуют, неистово начинают ненавидеть всё вокруг. Я раньше была такой же. И я не понимала, почему это я стремлюсь к чему-то, я из жопы вон лезу, я стараюсь. Но как мне говорил один человек, значит мало стараешься. И меня это так бесило, меня просто это выводило из себя. Как это я мало стараюсь. Ну вот же, я же ночами не сплю. Я же тут вот просто я... А этот человек не старается. Он ничего не делает. Хотя я с тем человеком не живу. Я не знаю, чем он дышит, как он живёт. Но по моему взгляду, да, по моему мнению, мне кажется, что вот он ни хрена не делает. Это первая ошибка, которую мы допускаем в общении с людьми, просто во взаимоотношениях. Это очень плохо. Всегда одни по отношению к другим людям будут испытывать такое чувство, как... А я чем хуже? А я тоже могу так? А я вот тоже хочу? Но одна большая проблема, то что люди, которые так считают, они сидят, при этом ни хера не делают. Если вы во всём сказанном мною замечаете себя, то начните задумываться над своим восприятием вообще людей, мира, всего, что вокруг вас. Не нужно быть слишком требовательными к окружающим. Будьте требовательны к себе. Вот когда вы начнёте требовать себя больше, чем со всех остальных, знаете, мир как-то обретёт краски. Вам и начнёт удача улыбаться, у вас начнёт получаться что-то. У вас начнётся новый период, новый этап в жизни. Вы сразу перестанете замечать, у кого там какие достижения. Сразу перестанете кому-то завидовать, потому что у вас не будет времени на это. Не потому что просто вы будете загружены и до усрачки работать. Нет. Вы просто будете жить полной жизнью. Вы будете просто вдыхать воздух полной грудью и смотреть на эти плывущие облака, и мечтать, и исполнять свои мечты, и двигаться дальше. Не смотреть на кого-то и тормозиться из-за этого. Вот зацикливаться на том, что кто-то где-то чего-то добился. Он это совершил. И я хочу. И вот вы зацикливаетесь на этом, именно на этом этапе. А тот человек пошёл дальше. Вот так же нужно себя провоцировать. А провоцировать себя нужно тем, чтобы ловить себя на мысли, что ты сейчас завидуешь. Ты сейчас думаешь плохо о человеке, и тем самым ты поступаешь плохо. Этот человек тебе не нужен. Его достижения тебе должны быть по боку. Бери просто пример. Пример с какой-то выдержки. Пример сообразительности. Пример с того, что может быть тебе полезным в твоём будущем. Я думаю, каждый поймёт что-то своё, на чём он сейчас зацикливается. Что его бесит сейчас в людях. И почему, и как это можно исправить. И исправить это можете только вы. Как определить, что вы заражены таким вот состоянием, ненавистью к окружающим. Что вы всему не рады, что вы не знаете, с чего начать, куда двигаться дальше. Посмотрите просто на то, как вы относитесь к людям. Как вы относитесь к их какому-то успеху. Как вы смотрите вообще на окружающий мир. То же самое обратите внимание на своих друзей, на свою семью. Вы тогда поймёте, почему у вас сейчас именно так, как есть. Потому что, наверное, кто-то из семьи вас тянет в эту пропасть. Может быть, кто-то из друзей вам мешает действительно вырваться вперёд. Он вас тормозит. Именно своей вот этой ненавистью. Перестаньте просто попадать под влияние чьего-либо. Или вообще общества. Потому что кто-то где-то говорит, вот, он этого достиг. А чего достиг ты? Нам часто это говорят в рекламах разных. О спорте, о фигуре, о питании. Не нужно на это просто обращать внимание. Это просто реклама. Это 25-й кадр. Это призыв к действию. К действию пойти и купить данный продукт. Пойти и сходить в этот фитнес-клуб. Пойти и заказать там еду какую-то. Вы должны фильтровать информацию. И за счёт вот этого фильтра вы должны для себя как-то вычленить всё то, что вам должно принести пользу. Если этого не делать, то вы будете также прозябать дома на диване в грязной одежде. И ничего не видя вокруг. Также будете никуда не ходить, никуда не ездить, не путешествовать, не танцевать, не радоваться жизни, не видеть эту красоту природы. Потому что вы прозябаете под телевизором, под мнением вашей семьи, которая считает, что нужно заработать на какую-нибудь очередную сковородку или кастрюлю. Но не выйти в парк, съесть мороженое и прогуляться с семьёй. Не сходить на пикник, допустим. Не провести время где-нибудь просто за пределами вашего дома. Всё так и останется, если вы не очнётесь. А для этого нужно просто очнуться. Нужно посмотреть на себя со стороны. Посмотреть вот так вокруг и действительно задаться вопросом. Я этому всему рад? Я этого хотел в жизни? Слушайте себя и обратите на себя внимание, чего вы действительно хотите. Да, многие могут сказать, блин, когда у тебя семья, куча обязанностей, ничего невозможно. Всё детям, всё детям, всё в семью и ничего невозможно. Вы так живёте. Вы привыкли, что нужно обустроить свою квартиру. Вот куча техники, всё как полагается. Всё заставить, всё застроить, всё нафиг, вот понимаете, вот как у соседа. Но, блин, вы задумайтесь, вы действительно хотите этого? Если вы хотите путешествовать, вы хотите двигаться дальше, вы хотите покорить какие-то вершины, забудьте про обустройство жилья. Имейте минимум, которого вам достаточно. А эти несколько лет вы можете потратить на путешествие, причём с семьёй, пусть не за границу. В пределах ваших каких-то возможностей. И это будет, поверьте мне, лучше для вашей же семьи и для вас, чем то, что вы будете иметь очередную какую-то, я не знаю, мультиварку, комбайн какой-то. Нет, если, конечно, у вас эта цель, то кто же спорит? Но я, понимаете, я просто знаю многих людей, которые куда-то просаживают бабло, не пойми куда, они не имеют ничего, но при этом работают. Те люди мне удивляются, как вот ты этого не имеешь, а вот ездишь. Да я лучше буду ездить, чем иметь какой-то комбайн очередной. Вот честно, не это главное в жизни. Вообще нет ничего главного в жизни. Есть только то, к чему вы стремитесь. Именно тот путь, который вы сами для себя избираете. Но если бы я зацикливалась только на том, что мне не нравится дорога, но я хочу путешествовать и при этом сижу дома. Понимаете, вот эта проблема, вот это я хочу донести до вас, что мы иногда ищем кучу отмазок, либо одну хотя бы весомую, из-за которой мы не сделаем какое-либо дело. Вот поверьте, когда вы перестанете обращать внимание на отбросы общества, которые делают вид, что они знают больше, чем вы или все остальные в этом мире, что они знают то, чего не знает никто, рецепт, так сказать. Тогда вам улыбнется удача. Вот честно. Знаете, прозвучало как из очередного какого-то тренинга, но я это все испытала на себе. Я действительно раньше податлива была чужому мнению. Я действительно раньше не делала то, что нравится мне. Было даже время, что я жаловалась. И все время ныло по поводу того, что, блин, ничего у меня не получается. Как вот так? Понимаете, вот это все в нашей голове. Это все нам внушают остальные люди для неуверенности в самих себе. Нужно избавляться от этого. И когда ты избавляешься от этого, ты просто перестаешь ненавидеть всех вокруг. И я считаю это правильно. Нужно перестать ненавидеть друг друга. Нужно как-то брать пример с друг друга, а не считать себя умнее всех остальных. И под умнее всех остальных я имею в виду, знаете, ту категорию людей, которые ты им говоришь что-то, допустим, пример какой-то приводишь, не пытаешься учить, а просто приводишь пример. А вот у меня вот так вот, или я сделал вот так и достиг этого. Просто делишься с человеком. А он начинает в тебя плеваться и говорить, что, блин, да, ой, достижение прям. Вот это уже защитная реакция людей, которые сами неуверены в себе и также селят в зерно неуверенности в других людях. Нужно уметь радоваться чужим достижениям, тогда ты начнешь сам достигать чего-то в жизни. Потому что ты добреешь, ты относишься лояльно к людям. Ты отзывчив, и люди к тебе потом тянутся. А раз тянутся люди, то, соответственно, знакомств больше, связей больше, возможностей из-за этого больше. И это же круто! Хоре просто сравнивать друг друга. Вот он такой, а я такой. Вот я хочу быть, как он. Или тебе нужно быть таким, как я. Ну, это просто бессмысленно. И от вот этой всей бессмысленности мы сейчас все такие, какие есть. И это не есть хорошо. Люди не улыбаются на улицах. Люди угрюмые, люди серые. Даже сейчас, когда лето, хотя да, у нас такое лето, поэтому я понимаю немножко людей угрюмых. Я лично просто устала в один определенный момент от своего такого состояния, от подвешенного состояния, когда... Честно, я одно время пила-барбовал. Это успокоительное. Это не есть хорошо. Люди, которые употребляют снотворное, успокоительное, пытаются какими-то другими методами воздействовать на свое душевное состояние. Это не счастливые люди. Это люди, которые пытаются заглушить в себе что-то. А для того, чтобы, знаете, вот успокоиться, найти какую-то гармонию вот здесь, да, для этого нужно разобраться в себе. Чтобы разобраться в себе, нужно посмотреть на себя со стороны. Нужно очнуться, просто вот взять и посмотреть, посмотреть на свою жизнь, осмыслить ее и понять, блин, действительно я этого хотел. Раз я имею синяки под глазами, раз я имею морщины, раз я имею какие-то страхи, психические отклонения, расстройства, это ненормально. Это не счастливая жизнь. И нужно что-то менять. Знаете, когда я осмыслила свою жизнь, когда я что-то в ней изменила и сама изменилась, я просто стала, во-первых, смотреть на все по-другому, я стала воспринимать по-другому и людей, и какие-то неудачи. Да, я даже сейчас могу вспылить, могу какую-то ситуацию просто вот, я не знаю, довести до абсурда. Но, блин, это будет у меня длиться минимально, так как раньше это могло растягиваться на месяцы просто. От этого страдает психологическое состояние. И это не значит, что люди сходят с ума. У людей просто психоз начинается. От этого тряска, от этого психи постоянные, даже из-за мелочей каких-то. Это, это плохо. Данное видео я хочу просто поделиться с вами своими мыслями, поделиться своим каким-то опытом. Знаю, что есть люди, которые осудят меня, которые скажут, ой, прям новости тут рассказала, прям вот, да господи, ничего, что ты такого не открыла-то. Я здесь не Америку открываю, я пытаюсь просто поговорить и тем самым, может быть, кому-то что-то донести. И, может быть, кто-то одумается, может быть, кто-то действительно переменит свою жизнь, может быть, кто-то, может быть, для кого-то это будет действительно толчок какой-то. Знаете, я смотрю многих блогеров, и некоторые из них были для меня толчком в чём-то, не во всей моей жизни. Но есть люди, которые дают эти толчки. Почему я не могу быть таким человеком для кого-то? Надеюсь, данное видео вам понравилось. Я надеюсь, кто-то из вас потом когда-нибудь мне напишет, что вот, ты там повлияла, ты мне там посеяла зерно. Но я буду только рада, и надеюсь, что такие люди будут также продолжать нести добро остальным людям. Тогда наш мир обретёт другие краски, наш мир станет лучше. Ну, а на сегодня всё. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам такая обстановка понравилась. Такие разговоры вообще хоть кому-нибудь нравятся. Я люблю разговаривать, люблю рассуждать, и надеюсь, что мы будем вместе рассуждать, будем вместе совершенствоваться, идти к каким-то мечтам, добиваться своих каких-то целей, делиться ими, искренне делиться и искренне радоваться за друг друга. Потому что постоянная злость, недовольство и зависть, блин, ну, от этого только тяжелее на душе становится. Вот честно, я ни разу не видела счастливого человека, который завидует, который злой и алчный. Спасибо вам за внимание, спасибо, что побыли сегодня со мной, спасибо, что поговорили, так сказать, со мной. И увидимся в следующем ролике уже совсем скоро. Всех целую, обнимаю и пока-пока-пока!